Доброго времени суток, дорогие друзья! А когда-нибудь я расскажу, всё-таки сделаю видео, что было, куда я пропала ещё раз практически на декабрь месяц. А сегодня мы с вами сделаем макияж, и я вот думаю, что мне лучше выбрать, потому что сегодня как бы ещё не Новый год, да. Но я вам покажу разные варианты, вот что у меня есть сейчас из палеток, которые я чаще всего, скажем так, использую. И вы уже решите сами для себя, что вы хотите, более такое нежное повседневное, да, на Новый год, или что-то более яркое, красочное. Значит, я бы, наверное, использовала больше какие-то такие вот шиммерные тени, которые будут переливаться и блестеть в огнях новогодней ёлки, вот какие-то вот такие вот. То есть это всё у меня базовые, конечно, цвета, но, тем не менее, они очень здорово, красиво переливаются на глазах. Либо вот такой вот вариант, например. Сейчас всё покажу. А вы уже сами, девчонки, решите для себя, что вам более симпатизируют. Вот, а я сегодня сделаю с вот этой вот палеткой Glam. Это последняя палетка, которую я покупала, самая светлая, самая нежная такая получается. А вот, нанесу пальчиками, здесь, в общем и целом, всё понятно и приятно. Значит, я беру такой более тёмный цвет, он такой вот, такой чуть-чуть бежево-розовый, такой очень приятный. То есть, грубо говоря, это практический цвет кожи. Чуть-чуть выровнять века и добавить блестинку, скажем так. Готовлюсь немножко заранее к выходу. Следующий вот такой вот, он не сильно тёмный, но такой, как это, мокко, что ли. Немножко заранее готовлюсь к выходу, чтобы сейчас, когда я доделаю работу, чтобы спокойно и со спокойной совестью и душой пойти так, как я хотела. Чуть-чуть буквально затемняю уголки глаз. Вот, можно, если хотите, самым светлым вот такой вот подвести, например, под бровью и внутренний уголок. Я всё собиралась сделать какой-то такой макияж с этой новой палеткой, показать вам. Ну, вот, видимо, время то самое настало. Так, вот так. И если прям вот вообще хочется такой менее повседневной, более в смоке, то тогда я беру тогда вот такой вот сероватый. И вот в эту вот часть глаза, там где складочка, чуть-чуть как бы затемняю. Такой более интенсивный и насыщенный получается. Когда оттенки все светлые, это очень хорошо, потому что можно варьировать и наслаивать их так, как хочется. И чуть-чуть экспериментировать. И если что, то в конце концов можно взять кисточку и всё это забелить самым светлым. Будет вообще очень-очень нежный переход. Так, вот что у нас получилось. Теперь, значит, вы знаете, если вы смотрите все ролики, которые я делаю с простыми макияжами, что я в основном в последний год, наверное, если не больше, использовала вот такую вот подводку. Она чёрная, она с вот такой вот кисточкой. Её у меня ещё немножко осталось. В принципе, мы её тоже будем использовать. Но у меня появилась вот такая вот малышка. Это, по идее, в Германии сделано. Вот, я её купила по скидке. Мне очень понравился формат вот такого вот, как фломастера. Здесь очень чёткая линия получает. То есть, фактически, как будто ты ведёшь карандашом. Вот. Но за счёт тоненького хвостика, и тебе этот карандаш не нужно подтачивать. Вот. Да, нужно её держать вниз головой, чтобы кисточка не пересыхала. Вот. Но это такие мелочи. Я пока не знаю, насколько мне её хватит. Пока вот у меня настроение на синюю подводку. Я буду её использовать. Когда закончится, тогда закончится. И можно будет ещё немножко, чтобы сделать более такой выразительный взгляд, можно будет немножко добавить чёрного. У нас так темно. Слушайте, вот сейчас в девять часов утра, да? И темно, как в пещере. Так, вот что у меня получилось. Стану я обратно вниз головой. И я немножко ещё подведу чёрным. Всё-таки мы делаем с вами предновогодний макияж. Чуть-чуть. Буквально по нижней линии. Чтобы сделать синий такой более глубокий. И более очерченный хвостик стрелки. Чуть-чуть более тёмным. Так, вот что у меня получилось. И сейчас, смотрите. Значит, я для себя нашла открытие. В общем, совершила. Я не любитель силиконовых кисточек на тушах. Я люблю вот такие вот ворсовые. Но в последний раз я вот эту вот тушь покупаю раз четвёртый, наверное. Ну, три раза точно подряд. Вот, и я не знаю. Или я нечаянно перепутала. Скорее всего... Ну, вообще перепутать не должна была. Потому что я специально оставляла в коробочке не начатую. А которая у меня закончилась. Я её выкинула. Вот. И я открываю. Она сухая просто. Ну, вот я не знаю. Она практически не красит. Вот. Реанимировать как-то я её смогу или не смогу. Я не знаю. Буквально вот две недели я ей пользовалась. В итоге посчитала, что мои нервы дороже. Вот. И в Милле обнаружила вот такую вот XXL Ambition. Вот такая вот с эффектом накладных ресниц. Вот. Каково было моё удивление. Я когда вчера её накрасила в первый раз. Я подумала. Ну, вроде такого. Ничего сверхъестественного. Да. Обычная тушь. Всё такое. Здесь микрофибровская кисточка. Не ворсовая и не силиконовая. Она другая. Она более мягкая. То есть, это такой усреднённый вариант между ворсовой, вот то, что я показала, и силиконовой. И она не царапает, слава богу, потому что я силикон за вот это вот как раз и не люблю, что они царапающие. Смотрите, значит, какая кисточка. Очень похоже, правда? Но звук влажный выхода из тюбика. И она, может быть, она не делает именно вот как, если бы вы делали накладные ресницы. Но она их как-то разделяет и удлиняет, что ли. Что-то такое получается. Ой, я в волосы залезла. Я вот прямо чувствую, что она влажная, что она свежая. И это самое важное. Опять волосы. Ну что же, всё. Моя миссия по выполнению макияжа глаз новогоднего закончена. Почему-то не сильно видно, что синий цвет. Вот. Это на самом деле странно. Вот так это всё выглядит. Вот. Как вам? Можно ещё. Ну, а губы тут уже смотрите, потому что он получился совершенно универсальный. И помаду вы можете выбрать любую, какая вам понравилась. Вот. Благодарю всех вас. До новых встреч. И пока. Всем хорошего Нового года. Ну, или когда вы смотрите. Пока.